В эфире телеканала Бобруск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Благодарность президента из рук премьер-министра. Елена Бода стала лучшим налоговым специалистом страны. Там, где тепло и спокойно. Строительство инновационного жилого дома по улице Горького, 41, выходит на финишную прямую. Эксклюзив по-бобруйски. В типографии имени Непогодина выпустили марку союзного государства. Подогрев и управление с приставкой электро. Универсал Бобруск приступил к выпуску инновационной продукции. Для них нет ничего невозможного. История войсковой части 55-27 длиной в 25 лет. Это пример безобетного служения Родине. Красный пищевик, ТДА и Агромаш. Гости из России оценили промышленный потенциал промгигантов. Также в итогах недели. Какие суммы проедают столичные жители? Кто будет отвечать за услуги ЖКХ? И сколько стоит праздник? Налоговая напоминает. И отель для роботов на МКС. Самые посещаемые города мира. И кого больше, Ивановых, Смитов или Мюллеров? От актуальных тем до глобальных вопросов в Бобруске прошло очередное заседание городского исполнительного комитета. На повестке дня предстоящие праздники, нехватка руководящих кадров и работа средств массовой информации. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. Героев нашего времени нужно знать в лицо. Особенно, когда речь идет о спасении жизни. В четверг, 28 ноября, мог обернуться настоящей трагедией. Но бобручанин Владимир Озеров оказался в нужное время в нужном месте. Во время утренней пробежки на городском пляже он спас человека. Мужчина мгновенно среагировал, нырнул в ледяную воду, вытащил на берег утопающего и укутал в теплую одежду. Слова благодарности за мужество в его адрес звучали на заседании исполкома. Почетной грамотой Могилевская областная организация служит награждаться в озеро Владимир Олентинович за проявленное мужество, решительность и смелые действия при спасении утопающего. Обсуждение героизма – приятная, но не единственная тема повестки дня. Сегодня в городе чувствуется нехватка кадров. По-прежнему остаются открытые вакансии главного архитектора. Такая же ситуация и с начальником управления по образованию. Но что касается второй должности, то в ближайшее время ситуация должна решиться. А вот поиск на первую длится уже год. Несмотря на обновленный кадровый резерв, кандидата до сих пор нет. Проведен открытый конкурс на занятие должности, например, начальника отдела архитектуры и градостроительства. В город по письму горосполкома были распределены два молодых специалиста. Вместе с тем вопрос до настоящего времени не решен. Не менее стоит острый вопрос подбора кадров на коммунальные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Во время рассмотрения тем обсуждалась также и работа медиахолдинга «Бобруйское житё». Наша редакция по-прежнему остается лидирующей информационной площадкой города, которая знакомит жителей региона с самыми актуальными и горячими новостями. Подтверждение тому новые читатели, слушатели, зрители и подписчики. В планах компании только расти и развиваться. В редакции создано широкое информационное поле, включающее различные источники информирования, как традиционное, так и возникшее в последние несколько лет. Информационными площадками редакции являются еженедельная общественно-политическая газета «Бобруйское житё», радиостанция «Зефир-ФМ», телеканал «Бобруйс-360». В интернете редакция представлена интернет-порталами «Бобарлайф.бай», «Зефир-ФМ.бай», «Ютуб-каналом Бобруйс-360». В социальных сетях мы находимся на онлайн-платформах ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм. Функционирует мобильное приложение «Зефир-ФМ». Не осталось без внимания в преддверии Рождества и Нового года тема иллюминации. Совсем скоро город зажжётся праздничными огнями. В этом году жители удивят балом для дарённых учащихся, который пройдёт 14 декабря. А на следующий день на базе лагеря «Мечта» откроется своя резиденция Деда Мороза. Засиять, к слову, уже готова и главная ёлка города на площади Ленина. Зелёную красавицу осталось только украсить. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Лучшие в своём деле и по поручению президента госнаграды получили свыше 100 профессионалов со всей страны. Это строители, работники транспортной, дорожной отрасли и коммунального хозяйства. Слово благодарности звучали и в адрес тех, кто работает в таможне и налоговой службе. Максим Кембель поговорил с лучшим налоговым сотрудником страны из Бобруйска. Этот месяц для начальника налоговой инспекции – один из самых значимых в карьере. Елена Бода отмечена благодарностью президента Республики Беларусь за многолетнюю службу, добросовестное исполнение обязанностей и высокие показатели в профессиональной деятельности. Инспекцией по налогам и сборам по Бобруйску Елена Анатольевна руководит вот уже три года. Конечно, это труд не только мой, но труд всего нашего коллектива, нашей инспекции, потому что у нас действительно слаженная команда профессионалов, где каждый работает на своем месте, где эффективно решаются все задачи, которые до нас доводятся. Грамоты, благодарности и ценные подарки – это престижно, но куда более важнее преданность и уважение коллектива, который ни на минуту не сомневается в высокой оценке их руководителя. Она у нас умница, она настолько профессиональный человек, действительно создала сплоченный коллектив, очень порядочный, очень толковый, обладает очень профессиональными навыками. Мне очень нравится работать под ее руководством, это правда. Бобруйской налоговой инспекции есть чем гордиться. Клиентоориентированность и открытость – главные составляющие успеха в работе налоговой службы. Все эти и другие аспекты позволили нашим налоговикам стать лучшими во всей республике за первые девять месяцев 2019-го. В центре внимания всегда плательщик, ему необходимо обеспечить современный сервис. Центр обслуживания открыт в первую очередь для того, чтобы посетителям было удобно без очередей прийти и получить услугу. Все в одном месте, они могут узнать, куда обращаться, какие документы, и если он обратился по вопросам, не относящиеся к компетенции налоговых органов, администратор разнесли, в какую организацию нужно обратиться. В Бавруйской налоговой инспекции сегодня трудится 101-классных специалистов, работу которых еще не раз оценят на самом высоком уровне. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Министерство ЖКХ работает над законопроектом о защите прав потребителей ЖКУ. Ранее в Беларуси постановлением Совмина уже были ужесточены требования, предъявляемые к качеству оказываемых услуг, а также изменен в сторону увеличения процентов возврата денег потребителям за некачественно сделанную работу. Новый закон еще больше ужесточит требования. Это не последнее новшество, которое ждет нас в сфере ЖКХ. Исполнители коммунальных услуг с нового года будут выбирать на конкурсной основе. Подробнее далее. Нововведение вступит в силу 1 января и затронет все ЖКУ, кроме тех, которые предоставляют монополисты, а именно вода, газа и электроснабжение, а также отопление. Такая конкуренция ожидается благотворно, скажется на качестве услуг. Система ЖКХ начала кардинально меняться, однако ей все еще пока не хватает клиентоориентированности и прямой связи с гражданами, считают в профильном министерстве. Судебные процессы в Беларуси будут проходить по новому. Аудио и видеофиксации на них станут обязательными. Поправки в процессуальный кодексы приняли в первом чтении депутаты. Одновременно будет составляться краткий протокол в письменной форме. Так будет легче работать с записью судебного процесса, проверять обоснованность и законность принятого решения. Жители столицы больше всего денег тратят на питание – 38% семейного бюджета. На втором и третьем местах – траты на платные услуги и непродовольственные товары. Статистики подсчитали – меньшане стали больше есть молочных продуктов, овощей, фруктов и мяса. И сократили потребление хлеба, картофеля и сахара. Яиц меньше есть не стали. Как и в 2018-м – по 19 штук на человека. Что касается жителей других стран, то меньше всего на еду тратят жители Люксембурга – 8% семейного бюджета. Налоговая напоминает Дедом Морозом и Снегурочком о необходимости уплатить единый налог. Законодательство позволяет физлицам работать без обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но с уплатой сбора. В этот перечень включены в том числе музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, фотосъемка, поздравления с днем рождения, Новым годом и другими праздниками. Ставка единого налога за месяц варьируется от 59 до 123 рублей. На предприятии «Универсал Бабруйск» приступили к выпуску инновационной продукции. По заказу Камского автозавода в Татарстане наши производители разработали электроуправляемые зеркала с подогревом для грузовиков. К слову, с российским КАМАЗом в обручании сотрудничают давно. Пробные партии изделий уже отгружаются. А в начале следующего года проект должен заработать в полную мощность. План – 20 тысяч зеркал в год. Кто готов купить инновационную продукцию и что еще производят на предприятии Белорусского общества глухих, расскажем прямо сейчас. Мы разработали вот этот вид держателя совместный с зеркалами, который, опять же, соответствует всем требованиям КАМАЗа, всем требованиям правил 46, на которые мы ссылаемся в нашей работе. Здесь есть и электроподогрев, и электроуправление. В общем, все, что необходимо для комфортной езды водителей. Эту продукцию «Универсал Бобруйск» разработал специально для Камского автозавода в Татарстане. Пока отгружаются лишь пробные партии. Однако в следующем году предприятие, известное больше как «Общество глухих», выйдет на полную мощность. В год здесь планируют выпускать 20 тысяч зеркал. Инновационной продукцией уже заинтересовались и питерский тракторный завод, и белорусский МАЗ. Это практически последняя модернизация старой кабины Камазовской. Здесь на сегодня нам, конечно, государство помогло с приобретением вакуумной установки под эту программу, так как без нее мы не смогли бы этот проект реализовать. Это позволит процентов на 30 увеличить объемы, а также будет возможность поднять и зарплату, и создать дополнительно порядка шести рабочих мест. Зеркала «Универсал» производит уже более 25 лет. Начинали с изделий для Минского тракторного завода. Затем линейка расширилась, и уже сегодня «Мабруйское предприятие» в своем роде основной производитель в стране, да и на постсоветском пространстве. Ежемесячно тут создают 45 тысяч зеркал. При этом сам процесс превоплощения обычной стеклянной заготовки в полноценную продукцию со знаком качества может занять двое, а то и трое суток. Заготовки стеклянные отправляются в печь, где под температурой от 650 до 780 градусов, в зависимости от размеров, мы придаем стеклу непосредственно ту форму, ту сферу, которая необходима. Получается из обычного стекла красивая заготовочка зеркальная, которую мы впоследствии уже защищаем слоем краски, слоем противоосколочной пленки, чтобы обеспечить полную безопасность и удобство водителя. Далее уже непосредственно идет сборка зеркал. Помимо зеркал, общество глухих выпускает комплектующие изделия, которые поступают на конвейер заводов КАМАЗ, МАЗ, МТЗ, Белкоммунмаш, Гомсельмаш, Амкадор, Бабруйск-Агромаш и не только. Над созданием продукции с лейблом «Мэйтен Бабруйск» трудится 350 человек, 60% которых – инвалиды по слуху. Но руководство с особенными работниками, несмотря на ограничения, находит общий язык. За время работы, в общем-то, пришлось научиться с ними общаться и освоить язык жестов. Они сами очень заинтересованы в том, чтобы ты их понял. Они сами учат. Галина Венглинская в «Универсал Бабруйск» трудится уже больше 40 лет. За эти годы успела освоить несколько специальностей. Швейной мастерской женщина отдала половину отработанного времени. Здесь вместе с коллегами по цеху шьет постельное белье, чехлы для тракторов и спецодежду для самих же сотрудников. И коллектив у нас дружный очень, поэтому друг другу помогаем работать и все объясняем, кому что-то не ясно, все это разъясняем, показываем. Условия трудодовольны, довольны. Сегодня средняя зарплата в обществе глухих порядка 700 рублей. Выпуск инновационной продукции позволит не только увеличить экспорт, но и почувствовать прибавку к сумме на карте в конце месяца. Сами же сотрудники Бабруйского предприятия в очередной раз доказывают, вне зависимости от должности и выпускаемой детали, каждая часть большого механизма, в котором нет предрассудков и социальных барьеров. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. По европейским стандартам, один из белорусских застройщиков «Еврострой Ализа» продолжает реализовывать самый высокий проект на просторах Бабруйска. Элитный 19-этажный дом на Горького, 41, уже совсем скоро будет принимать счастливых обладателей новеньких квартир. Пока же высотка продолжает утепляться. То, что раньше казалось мечтой и отдаленными перспективами, теперь реальность. На собственную квартиру не нужно копить годами или ждать выигрыша в лотерею. Застройщик «Еврострой Ализа» разработал уникальное предложение для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему. Купить свое жилье теперь выгоднее, чем снимать квартиру и отдавать существенные суммы за аренду. Конечно, вы спросите, почему. Сейчас все разложим по этажам. Начнем с элемента будущих квартир, которые помогают сохранять тепло и беречь тишину – окна. Наша компания с водопрозрачной технологией более 10 лет на рынке производства водопрозрачных конструкций. Мы рекомендовали себя как надежный поставщик. Работаем только с оригинальными проверенными материалами, комплектующими оригинальными. Чем же отличаются окна в этом доме от своих собратьев в других постройках? Ну, во-первых, это экологически чистый продукт, который выполнен по немецкой технологии и получивший самый высокий класс качества. Второй не менее важный факт – толщина стеклопакета 40 мм. Это позволяет самую морозную погоду сохранять в квартире тепло, а жителям сэкономить на отопление. За счет того, что профиль качественный, то он не желтеет со временем. То есть не будет такого, что сегодня год, два, три вы пожили в хорошем квартире, где хорошее красивое окно, а потом все пожелтело и уже вам не составляет, скажем так, того эстического удовольствия, как это было раньше. Но чтобы еще теплее и комфортнее было будущим владельцам квартир, застройщик в прямом смысле не экономит на системе отопления. Хозяева смогут сами регулировать температуру внутри помещения и беречь ее благодаря теплощетчику. В этом доме установлен стальной панельный радиатор фирмы «Прад» с нижним подключением. Разводка выполняется из металлопласта в гофрированной трубе. Подводится к каждому радиатору. Перед каждым радиатором установлен будет термостатический элемент. Простота оформления сделок, скорость и качество строительства. Новые квартиры в самом сердце Бобруйска обещают стать инновационными. Ультрасовременная высотка прописалась по улице Горького, 41. Место отличное. Рядом есть все, что нужно для комфортной жизни. Магазины, школы, детские сады. Кроме того, 19-этажка отличается архитектурой и современной планировкой. У будущих жильцов даже есть возможность устройства двухуровневой квартиры. В данном жилом доме предоставлено 132 квартиры. Это однокомнатная площадью 47-49 квадратных метров, двухкомнатная площадью 62-64 квадратного метра и трехкомнатная – 81 квадратный метр. Сегодня стоимость квадратного метра с 3 по 17 этаж включительно. Любая квартира на выбор – это 1195 белорусских рублей за квадратный метр. Тепло, комфортно и, конечно же, безопасно. Высотки заработают и видеокамеры, которые 24 часа в сутки будут фиксировать круговой обзор возле дома. Поспешите, квартиры в элитном доме раскупаются с небывалой скоростью. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Черный четверг. Именно так в народе уже прозвали этот день во Франции. Граждане Пятой Республики недовольны пенсионной реформой, которую готовит правительство. В демонстрациях против участвовали энергетики, врачи, учителя, сотрудники судов и даже часть полицейских. В стране был внеплановый выходной. На работу не вышли представители почти всех сфер. Ключевой момент пенсионной реформы, который и вызвал основное негодование, заключается в том, что полноценные выплаты граждане будут получать не сразу, а только после того, как отработают еще два года, после выхода на заслуженный отдых. К тому же упразднят 42 особых режима, благодаря которым рабочие могли выходить на пенсию раньше, но получать при этом больше. Протесты во Франции снова завершились массовыми беспорядками. По всей стране более миллиона человек вышли на улицы против пенсионной реформы. Большая часть манифестантов вела себя мирно, однако были и те, кто решил провоцировать полицию. Поджигали мусорные баки, крушили витрины и остановки. Правоохранительные органы французской столицы сообщили о десятках задержанных. В Тулузе пострадали пять человек. Эта забастовка во Франции стала самой крупной с 1995 года. Аналитики составили рейтинг самых посещаемых городов мира. Гонконг сохраняет свои лидирующие позиции в списке. Число иностранных путешественников в этом городе в 2019 приблизилось к 27 миллионам туристов. На втором месте Бангкок – 26 миллионов в год. На третьем Макао – и его 21 миллион. В целом, по подсчетам аналитиков, туристы совершали около полутора миллиардов поездок в прошлом году. На МКС скоро появится отель для роботов. Его установят снаружи станции, чтобы инструменты, которые редко используют, не занимали место внутри. Первыми постояльцами станут два внешних робота-локатора, способные найти утечки аммиака в системе охлаждения. К слову, в космосе они должны провести 12 часов, прежде чем их можно использовать. Поэтому их переселение на оболочку МКС значительно ускорит поиск утечек. Эксперты назвали самые популярные фамилии в мире. В Беларуси, России и Болгарии преобладают Ивановы. В Германии и Швейцарии очень известны мюллеры, что в переводе с немецкого – мельники. В США и других англоязычных странах больше всего обладатели фамилии Смит. Ким – самая распространенная в Северной и Южной Корее, а также в Казахстане и Узбекистане. В Китае фамилию Ван носит примерно каждый 13-й житель. 20-летие со дня подписания договора посвящается. В Бобруйской типографии имени Непогодина презентовали коллекционную марку с изображением гербов Беларуси и России. После гашения она войдет в оборот и разлетится по частным коллекциям филателистов и посольствам. Заказчиком выступила Белпочта. Каким тиражом издали Бобруйский эксклюзив, узнала Людмила Любимцева. Коллекционную продукцию знаменитая Бобруйская типография выпускает уже давно и знает в этом толк. Когда поступил очередной заказ от Белпочты об изготовлении марки Союзного государства, коллектив предприятий дружно взялся за работу. Процесс создания таких марок довольно трудоемкий. Начинается с макета и цифровой обработки. Учесть нужно все до мелочей, чтобы на выходе получить качественный продукт. У нас каждая марка проходит цветопробу. Мы заказ один, два, ну три экземпляра отправляем на утверждение из датмарки. Когда она утверждает и говорит, что все хорошо, окей, мы запускаем печать в тираж. Печатник Александр Хороневич за время работы в типографии наштамповал сотни тысяч наклеек. В создании марки Союзного государства он также принимал непосредственное участие. Все происходило на этой печатной машине ГТО-52 немецкого производства. Мужчина рассказывает, вначале по чистой бумаге наносится невидимое изображение, защитный знак, который можно увидеть под специальной лампой, а затем лист покрывается цветными красками. На каждую секцию вот такие пластины. Краска накатывается только на темные места. А эти пробельные, там краска и вода на каждой секции. Вода смывает с пробельных элементов краску, а краска берется только на эти. И передается под давлением на бумагу. К слову, такая марка с изображением гербов Беларуси и России вышла в количестве 20 тысяч экземпляров. Кстати, в копилке типографии есть также марки с гербами разных стран СНГ. Такие вещи для филателистов – просто находка. Недаром именно среди них и пользуются большим спросом эта коллекционная продукция. Она войдет уже в историю, она войдет как бы в обращение между коллекционерами, между теми же издательскими центрами, по-видимому разойдется по посольствам и так далее. После гашения эксклюзивная марка бобруйского производства войдет в оборот и станет еще одним символом единства братских стран. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. К слову, выпуск марки союзного государства далеко не единственный вид сотрудничества и интеграции двух стран. Беларуси и россияне успешно взаимодействуют друг с другом в самых различных сферах и обмениваются опытом. На прошлых выходных в Бобруйске прошла конференция региональной журналистики. Наш город посетили известные телеведущие и политические обозреватели из столицы и соседнего государства. Программа выездной сессии была насыщенной и кроме мастер-классов и лекций включила в себя посещение промгигантов. О том, что впечатлило гостей, расскажем прямо сейчас. В том, что Бобруйск – крупный региональный центр с развитой промышленностью, гости города убедились воочию во время экскурсии по предприятиям. Они посетили агромаш, красный пищевик и завод тракторных деталей и агрегатов. Особенно их впечатлило пребывание на одном из промгигантов в кондитерской отрасли нашей страны. Представители СМИ прошлись по производственным цехам самой сладкой фабрики и познакомились с технологией изготовления знаменитого бобруйского зефира, мармелада и дрожжа. Первый раз на таком производстве, на промышленном производстве, тем более вижу первый раз производство зефира, очень необычное. Честно говоря, я несколько иначе себе все это представлял, особенно что касается вот этого церка, где вручную глазируют зефир. Очень вкусно. Вообще у вас, в принципе, продукты очень вкусные. А ваш зефир я всегда покупаю, если в магазине вижу. Ещё одним предприятием, которое посетили гости, стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. В следующем году один из лидеров белорусского сельхозмашиностроения отметит 75-летие. Свой путь он начинал с автотракторно-ремонтной мастерской, а в 2007-м вышел на изготовление тракторов. Сегодня здесь освоено более 12 наименований этого вида продукции и реализовано порядка 20 тысяч экземпляров техники. Журналисты и политологи прошлись по производственным цехам и увидели процесс сборки знаменитого трактора «Беларусь». В Бобруйске около 40 предприятий, причём многие из них известны не только в нашей стране, а во всём мире. И даже коллеги с России, они знают тоже и Белшину, и МТЗ прекрасно знают. Мы общаемся и со своими российскими коллегами, и что-то для себя сами также подчёркиваем на этих предприятиях, заводим контакты. Такой насыщенной программы форума не получилось бы без партнёров нашего медиахолдинга. Это «Бобруйска Громаш», «Красный пищевик», завод тракторных деталей агрегатов, а также компания «Регионпродукт». Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Они не привыкли громко о себе говорить. Герои, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради обычных граждан. В адрес людей в погонах звучат слова поздравления. 25 лет со дня образования отмечает войсковая часть 55-27. И неудивительно, что руководители силовых ведомств дают высокую оценку их профессионализму. Максим Кембель о тех, кто нас защищает. Их работа не видна обычному человеку, но она обеспечивает общественную безопасность на мероприятиях самого разного масштаба. И день, и ночь они несут свою службу, чтобы в Бобруйске был покой и порядок. Все это про войсковую часть 55-27 или более известную, как 5-й отдельный специальный милитейский батальон. В котором служат более 200 человек. Если они выходят на охоту, скрыться от закона не помогут никакие заборы, засовы и даже замки. Сотни сценариев ведения боя и штурма отшлифованы до автоматизма. Профессионалы тут все. От солдата срочной службы до командира подразделения. В военнослужащие части всегда были примером образца выполнения служебно-боевых задач. Неоднократно принимали участие и лично раскрывали преступления на территории города Бобруйска. Военнослужащие, которые конвоируют осужденных, за время, за всю историю части не было допущено побега из-под конвоирования. Они ювелирно владеют оружием и сойти с ними в рукопашную – роковая ошибка. Военнослужащие войсковой части принимают активное участие в масштабных учениях, которые проходят в нашей стране в последние годы. Руководители силовых ведомств дают высокую оценку их профессионализму. Но и внутри армейского дома милиционеры всегда несут службу только на отлично. Доблесть, честь и отвага – это те качества, которые ставит во главу угла сержант Юрий Лагутин. Командир отделения всегда мечтал служить во внутренних войсках, и, как отмечают командиры, парень с достоинством продолжает дело своего деда, являясь отличником боевой и спортивной подготовки. Отслуживший год в этой части. Я очень рад, что именно попал в войсковую часть 55-27. Хотел именно попасть во внутренние войска, потому что в дальнейшем хотел бы проходить службу по контракту Министерства внутренних дел, охранять сон граждан, порядок на улицах города Бобруйска. В честь 25-летия со дня образования войсковой части 55-27 во Дворце искусств прошел праздничный концерт. Здесь за службу благодарили ветеранов, лучших офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов. В знак признания – грамоты и подарки. За эти годы, проявляя беспримерную самоотверженность, изгибаемую стойкость и упорство в борьбе с преступностью, военнослужащие части стойко противостояли нарушениям общественного порядка. О чем красноречиво говорит тот факт, что более 60 военнослужащих награждены государственными наградами. Охрана общественного порядка, исправительных учреждений и надзора за осужденными, конвойнирование спецконтингента, обезбереживание и уничтожение взрывоопасных предметов. Для них нет ничего невозможного, ведь история войсковой части 55-27 – это пример беззаветного служения Родине. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Образ ведущей создан благодаря салону красоты Beauty Lab на Советской, 83. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели.